Вы являетесь автором и создателем концепции солидарной экономики. При этом вы по-своему определяете слово солидарность. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этому термину солидарность в экономике? Не какая-то, а вот именно солидарная. И что обозначает солидарность в рамках вашей концепции? Ну, долгая история. Тут с разных сторон можно подходить. Почему? Потому что это системный процесс. Для философии, для методологии все начинается с дефиниции, то есть правильных определений. Если правильно избрать и начинать работать с какими-то категориями, то дальше уже разворачивается теория на этой основе. Первая проблема заключается в следующем. Есть такое общее понимание, что посткапитализм – это социализм. То есть был такой термин – социализм. Значит, термин, который во многом дискредитирован, с одной стороны, с другой стороны, полный разнобой в понимании. И есть утверждение такое, оно массовое, массовая такая уверенность, что в Советском Союзе был социализм. Что в Китае социализм, например. Сейчас как бы. Да, да, но что, опять же, с такой теоретической точки зрения неверно. Почему? Потому что в советское время сложилась такая сложная конструкция, если говорить об экономической формации, да, и давать определение, например, этой формации, то это был государственный капитализм с элементами социализма, там, в сфере распределения, в сфере административного управления и так далее, при большой доле натурального хозяйства. То есть это вообще натуральное хозяйство, ну, грубо говоря, такая, либо азиатским способом производства это можно называть, можно называть это дофеодальный тип экономический уклад. Вот, поэтому, с одной стороны, анализ показывает, что для России, в силу того разделения труда, невыгодного для Российской Федерации, которое сложилось вот за последние, там, 50-60 лет, начиная с 60-х годов, да, прошлого века, что единственный способ, все-таки, выйти в режим динамичного развития, неустойчивого, там, 1%, да, а динамичного развития, и тем самым конкурентно способного развития, ну, в сравнении с соседними цивилизациями, которые называются быстрее, чем Россия, да, и, по сути дела, ее пожирают, для этого нужно сменить парадигму экономического развития, ну, развития вообще и экономического в частности. То есть, выйти в режим новых общественных отношений, нового способа производства, посткапиталистического. Но лично я не хочу называть его в данный конкретный момент времени социалистическим. Ну, то есть, как бы, смысл все равно социалистический получается? Ну, смысл в посткапитализме. В посткапитализме. Смысл в более высокой фазе, да, общественных и производственных отношений. Вот, но, еще раз говорю, называть это социализм, это означает огромное количество негативных коннотаций у одних, у других полное, ну, скажем так, даже извращенное подчас понимание, что это такое. Значит, второе соображение, оно заключается в том, что, ну, опять же, вот как философ, да, еще со студенческих времен, я занимался, там, этими вопросами политэкономии советской, например, да, и считаю, что, как бы, не только Запад разрушил Советский Союз, а вообще руководство советское зашло в тупик, в том числе и в первую очередь в теоретика, в идеологическом смысле, да, и все то, что начиналось, там, в 20-е, 30-е годы, вот развитие этой теории социалистической, так называемой, оно в итоге выродилось в некую фразеологию, да, в которой как раз образовалось очень много таких мировоззренческих, логических тупиков. Вот, и в этом смысле фундаментально, с моей точки зрения, нужно пересмотреть всю марсистскую теорию, всю советскую идеологию, да, посткапитализма, подчеркиваю. И вот, когда вы начинаете этим серьезно заниматься, вы, в конце концов, фиксируете, что, несмотря на то, что, допустим, полтора века назад, да, когда вот возник марксизм, это была совокупность открытий научных, с одной стороны, с другой стороны, довольно такой серьезный вклад в философию, социологию, политэкономию мировую и так далее. Но, с точки зрения вот этих 150 лет, прошедших и советского опыта, на сегодняшний день мы видим, что, во-первых, это совокупность ошибок логических, да, либо каких-то теоретических позиций, которые не годятся для России, потому что то, что создавал Маркс, это, ну, для Германии в основном, да, для европейских развитых стран. И, в-третьих, все это устарело чрезвычайно. Почему? Потому что мы в 21 веке живем в условиях, как бы, в предвестии инклюзивного капитализма, которому нужно сформировать альтернативу. Какая может быть альтернатива инклюзивному капитализму? Ну, вот какая-то посткапиталистическая. Следовательно, на какой основе? А инклюзивный капитализм, это не посткапитализм? Нет, это, в принципе, ничего не меняется. Это согласно закону концентрации капитала, доведение капитализма до некого абсолюта. Вот, понятно. То есть, это просто развитие капитализма? Конечно, доведение до абсолюта. Это не просто развитие. Развитие было бы, если бы, допустим, опять же, была другая парадигма. То есть, ориентация была бы на развитие, например, капитализма в интересах человечества, про которые вы сказали. А так, не в интересах человечества, а субъектов вот этих глобальных центров силы. Это означает, вот, работает закон концентрации капитала. Он связан с таким важнейшим законом концентрации власти. Ну, в свое время, там, политолог Роберт Михельс формулировал такой закон, железный закон олигархии. Да, поэтому мы видим, происходит вот эта концентрация власти, она бесконечна. То есть, условно говоря, вся совокупность таких, как бы, претендующих на какое-то влияние в мире субъектов минимизируется. Да, те оставшиеся, они укрупняются. Вот, допустим, сейчас эти три основные субъекта, это можно отдельно описать, что это такое. Но после американских выборов, вполне возможно, останется два основных. Вот, ну, а поскольку они находятся, вот эти все глобальные субъекты, они базируются на банковской системе мировой, да, на федеральной резервной системе и так далее, они взаимоперепетены, они договариваются между собой, и просто сужается круг, скажем, наиболее влиятельных людей или семей. Вот, поэтому этот закон работает. А когда мы говорим о том, что, ну, например, Россия же не попадает в этот круг, ни при каких обстоятельствах. И русские, там, и россияне не попадают вот в ту группу, значит, владельцев мира, да, которые не просто будут управлять миром, вот при новом миропорядке, а будут владеть им. А что значит владеть миром в условиях инклюзивного капитализма? Это означает, что небольшому количеству семей будет принадлежать не просто какие-то активы, да, большая часть мировых прибыльных активов в виде, там, высокотехнологичных заводов, там, всевозможных интеллектуальной собственности и прочее-прочее, да, финансовой системы. Но им будут принадлежать планетарные активы. А это уже мы переходим в плоскость, скажем так, постбиблейского проекта. Постбиблейского проекта. Почему? Потому что библейский проект в рамках этого проекта сформировалась нынешняя система капитализма, римское право сформировалось, да, понятие о собственности, что это такое. Вот почему? Потому что этот библейский проект, он на самом деле перечеркнул, ну, скажем так, некую метафизику дохристианской эпохи. В чём заключалась эта метафизика? Ну, это понятно, что это не было прописано, не было осознанно людьми. Но каждый понимал, что вот он родился на этой планете. На этой планете всё принадлежит всем. То есть нет хозяев воздуха, нет хозяев океана, нет хозяев гор и так далее, и так далее. Всё это как бы общее. Но сейчас настал момент, когда это перестаёт быть общим. Или уже перестало быть общим. Это всё, ну, почти. Это всё будет приватизировано. То есть уже приватизируется воздух через концепцию глобального потепления и нагибания всех стран, что они должны платить карбоновый налог. Возникает вопрос. Кому мы платим этот карбоновый налог? То есть вот этому самому будущему, собственнику мировому, который принудил всех платить ему за то, что мы пользуемся воздухом. Ну, завтра то же самое будет со всей пресной водой, с месторождениями и так далее, и так далее. Это всё идёт к тому, что, например, это уже озвучена эта теория, что Россия занимает, вообще несправедливо, занимает довольно большую площадь, да, где сосредоточено там 20-25% мировых ресурсов, природных ресурсов. И под предлогом того, что это надо как бы, а инклюзивный социализм, капитализм как раз предполагает вот эти вот как бы многочисленные, что типа делиться надо, например, да, что нужно более справедливое общество устроить. Но это частейшего демагогия, потому что тут работают технологии совершенно другого свойства. Но эта технология позволяет Западу жёстко поставить вопрос, что в России надо всё забрать. Да, но всё-таки солидарность. Что вы подразумеваете об солидарности? И последний, и последний, и третий, поскольку нужно было найти эту самую категорию, то от чего, допустим, ну, хотелось бы пойти, вот там 15 лет назад, когда активно, вот осмысленно стали моя команда продвигать этот термин, о ценности. Вот сейчас это очень модная тема, да, элита российская приватизировала такое понятие, как традиционные ценности, и пытается туда засунуть свои хотелки, да. А на самом деле, вот у меня диссертация была этому поводу посвящена, собственно, с этого началось, когда я расписал так называемую ценностную матрицу российской цивилизации. В этой ценностной матрице есть несколько сущностных признаков, которые являются основанием некоторых базовых ценностей нашей цивилизации российской, в том числе вот такие, как суверенность, справедливость, созидание и солидарность, да. Ну, в разных сферах они работают. Поэтому, когда я говорю, допустим, о том, что мы должны двигаться в сторону посткапиталистической экономики, то вот как в свое время теоретики социализма говорили о том, что есть первая фаза, это построение социализма, вторая фаза, это построение коммунизма, вот, это как бы правильное такое отношение, в том плане, что, например, выход за пределы капитализма, он тоже насчитывает несколько этапов. Первый этап связан с тем, или должен быть связан с тем, Россией, чтобы обеспечить суверенность российской экономики. Суверенность. То, о чем сейчас говорится, но ничего не делается, по большому счету, в этом плане. В ситуации, когда будет обеспечена суверенность российской экономики, то есть она станет субъектом, но и наше суверенное государство станет не колонией, а станет субъектом, да, на глобальной политике, вот тогда начинается период движение в сторону следующей фазы, а именно фазы солидаризации экономики, государства, политической системы, общества, замена римского права солидарным правом и так далее, и так далее. Это глобальная концепция, да. Вот, и поэтому, исходя из этих терминов, солидарность, справедливость и прочее, прочее, да. Ну и, соответственно, третий этап – это справедливизация. Это уже отдельная тема, то есть каким образом совершенствовать солидарную экономику, солидарное государство в направлении как раз как бы ну, создание таких отношений, чтобы максимально учесть интересы максимального количества людей, да. Значит, так вот, поскольку вот сама логика анализа подсказала, что надо с этими понятиями как ключевыми работать, да, то вот для как раз экономики избрано понятие солидарное. Ну, понятно, что можно искать некоторые аналоги, ну, например, там некоторые используют понятие интегративная экономика или интегральная экономика, но не совсем верно, и бедное как бы содержание в этом названии. Есть понятие народная экономика, ну, тоже как бы близко к смыслу, но солидарное, вот в чем как бы цимис, да, этого понятия, потому что оно несет в себе очень интересный смысл. Вот если задуматься, попытаться расшифровать. Дело в том, что, ну, учитывая, что у нас лингвисты в основном еще так с советского времени как-то или до советского времени настроены на то, чтобы объяснять всякие этимологические процессы, то, что в русском языке появлялось с запада, да, хотя она, как бы последние исследования показывают, что все происходило наоборот, а большинство европейских языков сформировались как раз там, ну, понятно, позже, чем сформировался санскрит или древнерусский и так далее. Так вот, когда вы заходите в интернет и смотрите содержание понятия солидарность, солидарный, то вы видите корень солид, солид, это греческий, из греческого в латинский это перешло, из латинского в французский, во французском языке солидарите, в греческом солид, это вот что-то такое объединенное, гомогенное, солидол, да, солидол, такая масса. Вот, значит, ну, то есть, а по-русски, если расшифровывать, ну, некоторые лингвисты могут меня плюнуть после этого, значит, но тем не менее, даже если я ошибаюсь, да, в любом случае, вот в политическом смысле, я считаю, что нужно расшифровывать этот термин именно так, через русский язык. Через русский язык это слияние даров, сольяние даров, сольяние даров, да, слияние даров, каких даров это слияние, вот, тогда, когда люди, ну, допустим, граждане Российской Федерации, там, любой другой страны, в какой-то момент времени, при каких-то обстоятельствах или условиях, начинают друг другу дарить, дарить время, эмоции, деньги, материальные какие-то благи, энергию, самое главное, и так далее, и так далее, да, когда это возникает, это вот как раз мечта социалистов всегда была, когда Роберт Оуэн, там, Томас Млор и прочее, прочее, создавали свои вот эти идеальные города, города Солнца и прочее, прочее, утопии, то они как раз вот описывали какие-то коллективные процессы, где люди вдруг переставали собачиться, конкурировать между собой, там, жестко, а наоборот, возникало взаимодействие, взаимопомощь, там, условно, да, и так далее, и так далее, но это идеальная конструкция. Когда мы анализируем мировую историю, нынешнюю ситуацию, то мы видим, что солидарные отношения возникают в очень, как бы, небольшом сегменте, в очень редких случаях. Ну, это, как правило, семья, здоровая семья, где родители отдают детям все, что могут, пока они маленькие, потом дети вырастают, отдают родителям все, что они могут. Вот это солидарная ячейка, да, солидарная группа, семья здоровая. Это есть в религиозных общинах некоторых, да, ну, допустим, Сергея Радонежского община. Вот это был пример, да, который, это была эстафета от византийских некоторых общин, которые назывались Кеновией, где вот проповедовались братские отношения, да, соответственно, у нас вот ярко проявилось в общине Сергея Радонежского, это заметил Алексей, митрополит в то время, который поднял это на высоту, и на самом деле именно этот идеологический вот факт способствовал освобождению России от Орды, монастырской колонизации России, социально-экономическое развитие Руси и так далее, так далее, сделал рывок именно на этом. Есть такие объединения, по крайней мере, были, да, в России, как артели, сельхоз общины, ну, когда семейные, семейные, значит, ведение хозяйства какого-то, крестьянского, земледельческого, да, ну, тоже так эти принципы там работали. Вот, евреи любят, например, кибуцы, где тоже это продвигает эти вот отношения, да, значит, так вот, когда они возникают при определенных обстоятельствах, при каких обстоятельствах, вот это все, как бы, в нашей теории прописано, естественно, это не для сегодняшней России, почему, потому что Россия колония, да, и у нас в качестве такой национальной идеологии скрытой, да, провозглашено наживо, коррупция, воровство, понятно, успех, друг против друга, за счет другого и так далее, и так далее, поэтому понятно, что это не проходит, и многие даже, ну, там пишут и говорят, что это бесполезно. Так я говорю, что на первом этапе, когда Россия станет, и если станет суверенной, да, а это, ну, допустим, там, оптимально, это две коденции, примерно, да, до 36-го года, то есть после того, как эта группа, например, каким-то образом, там, частично или полностью будет заменена какой-то новой группой власти, может быть. Вот, если за это время мы решим задачи суверенизации экономики, и тут как раз очень много наработок в российских экономистов, у некоторых российских экономистов, ну, например, я считаю, что на этом этапе, вот на этапе суверенизации, есть смысл держаться таких экономистов, как Сергей Ильич Глазев, Валентин Юрьевич Касатонов, и так далее, так далее, еще там с десяток примерно экономистов, которые как раз-таки разработали концепцию суверенизации финансовой системы российской, да, ну, и, понятно, каким-то образом облагораживание вот нынешней экономики. Ильич Глазев,